Здравствуйте! В эфире Омск ТВ «Разговор по существу». Сегодня поговорим о специальной военной операции. Взглянем на происходящие события с точки зрения журналистики. У нас в гостях медиа-менеджер, член общественной палаты России, кавалер Ордена Мужества Александр Балькевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Я много читал ваших интервью, но ни в одном не нашел конкретного ответа. А что конкретно вас, именно вас, человека, который успешный медиа-менеджер, который в любом регионе России может себя найти, заставило поехать туда, где рвутся снаряды? Люди заставили. Смотрите, все было очень просто. Я в июне на прошлого года, где-то там около своего дня рождения, поехал на неделю Херсонская, Запорожская область и ДНР. Посмотреть, как журналист, своими глазами увидеть все. Увидел. Безусловно, Мариуполь тогда произвел на меня сильнейшее впечатление. Сильнейшее. И я тогда говорил, и буду всем повторять. Но сейчас уже многое там... Часть, например, руин разобрана, они зачищены. На этих площадках появляются как раз вот красивые здания. А тогда я понял, что туда надо привозить всех для того, чтобы, знаете, как эта чакра прочистилась. Чтобы ты увидел, что такое вот настоящее. И что наши какие-то проблемы, горести, беды, какими мы их считаем, это все ничто, просто по сравнению с тем, что в жизни может происходить. И потом, кстати говоря, я выезжал длинной дорогой через Волгоград. У нас там были разные мероприятия. И я сказал... У нас была встреча с журналистами, с коллегами по общественной палате. Я был первый раз в Волгограде. Посмотрел там дом Павлова, мельница Гергарта. Она такая руинированная. Я говорю, ребят, вы понимаете, в вашей мельнице Гергарта, в принципе, можно жить, использовать ее. Потому что там часть зданий в Мариуполе в худшем состоянии, чем вот эти ваши памятники. Да, это Мариуполь. А что касается остального, люди. То есть я там пообщался тогда с десятками людей в трех регионах. И понял, что пропал. То есть что вот я должен там быть с ними, я должен им помогать. Потому что это люди удивительной такой чистоты, кристальной такой вот души, силы духа при этом. И хочется, ну вот хоть немножко приблизиться к ним, скажем так. И плюс потом та работа в зоне специальной военной операции, она и мне, и части там команды, которую я собрал моей, помогла, наверное, в себе что-то такое увидеть, о чем, может быть, мы и не знали. И нам помогла стать лучше, чище. В том числе, знаете, я понял мудрость этой фразы о том, что как важно не брать, а отдавать. Потому что когда занимаешься вот этой адресной помощью гуманитарной и не только, и с живыми людьми, вот общаешься кому помогаешь и видишь их реакцию, это очень тоже заряжает. И вот год, казалось бы, у меня там уже сотни знакомых везде, я об этих людях готов и буду всегда говорить, рассказывать. И эти знакомства продолжаются. Ну, то есть это такая книга, которую ты читаешь, читаешь, читаешь. И большое счастье, что ты можешь и писать ее тоже. Я совсем недавно, казалось бы, да, уже там я стольких знаю, и меня знают. Вот мы развиртуализировались с Юлией Михайловой в Донецке. Это депутат Народного Совета ДНР. Она сейчас там победила в праймерис, будет баллотироваться. Ну, вот такие встречи тебя просто мотивируют в исключительной форме. Потому что девчонка молодая, ей было 23 года. Она работала вообще там секретарем в райотделе милиции. И в январе 2015 года попала под то, что в истории называется как обстрел на Бассе. Это остановка общественного транспорта Донецк-Гормаш. То есть это, казалось бы, да, еще вот не сейчас, да, то есть январь 2015 года. Просто накидали украфашисты минами эту остановку. Я был там неоднократно, там мемориал сейчас маленький сделали. Троллейбус, трамвай, маршрутка. Просто вот и сама остановка там, все вот это поливали. Там по разным оценкам 13 или 15 человек погибли, очень много раненых. Ну, совершенно. Вот она была в троллейбусе, значит, попала под этот обстрел, потеряла правую руку и левую ногу. Да. И 23 года. И, ну, вот восстановилась во всех смыслах у нее протез. Хотя, конечно, протез руки будем сейчас, видимо, заниматься какой-то нормальный. Либо бионический, либо хоть какой-то. Потому что такое-то. Ну, важно, что она не опустила, так сказать, да, там, руки. Стала помогать людям с инвалидностью. Еще там стала пекать животных. Проявилась себя, нашла как общественный деятель. И вот стала депутатом. И она такая живая, заводная, юморная, красивая девчонка. Любящая, там, Гарри Поттера, значит, жизнь. И вот когда вот общаешься с такими людьми, ну, вот. А я был последний раз вот у нее. Там она живет сейчас с Майей Пироговой. Это такая тоже совершенно потрясающая женщина, подвижница, общественный деятель, журналист. А у Майи в январе погибла дочь Маша Пирогова, тоже депутат Народного Совета. Просто она шла по улице Донецка. И во время обстрела, вот. И вот я с ними сидел, там, мы пили чай, общались. И у одной страшная трагедия, у другой такая драма. Они друг друга поддерживают, заряжают. И они эту энергию тебе передают. Потому что ты видишь, что люди созидают наперекор всему. А у нас, так сказать, многие переживают, что какой-то магазин ушел из России. И что-то там из продажи пропало. Давайте, наверное, немного о профессиональном поговорим. Процесс запуска медиасистемы в отдельно взятом регионе в России, скажем так, далеко от этой линии, можно сказать, фронта. И процесс запуска медиа в новом регионе. В чем принципиальная разница? Ну, я думаю, что при запуске именно с нуля ее почти нет. Потому что и там, и там, например, для людей, отважных духом, открываются потрясающие возможности кадрового лифта. Ну, я вот создавал с нуля медиахолдинг Карачаева-Черкесии. То есть, в общем, никакого, так сказать, отношения к линии фронта это не имело. И создавал медиахолдинг в Запорожской области, в Херсонской. То есть, активная молодежь в Карачаево-Черкесии влилась. Они вот в это дело вписались. Я помню, как там проводил кастинги, как объяснял тем, кто не имел навыков в профессии, что вот какие, будем сказать, первые шаги, то все. И работает канал, там тот же Архиз-24, прекрасный, стильный. И работают те ребята и девчата, которых я еще в 2014 году, даже в 2013 и 2014, там собирал. То есть, они этой возможностью для кадрового роста воспользовались. Ну, еще более ярко выражено это там. Потому что, о чем любят, так сказать, укропропаганда и всякие там иноагенты кряхтеть. Там, что вот Малькевич, там несовершеннолетних, заставлял работать. Не заставлял, а привлекал. И они очень этим были довольны. К вопросу кадрового лифта. Ну, то есть, да, действительно, в Запорожской области вот сейчас там Мирославе 17,5 лет. А в Херсоне на канал Влада пришла в 15,5 работать. Ну, не в кадр, конечно. То есть, в смысле, не ведущей в студии, а корреспондентом. Но при этом она каждый день снимала сюжеты, вела репортажи, показывала лицо, что является там тоже признаком определенного мужества. Потому что получала угрозы. Но это возможность себя реализовать, запускать разные проекты, передачи. Потому что создаешь с нуля, ты можешь креативить. У тебя в этом плане достаточно большой простор для творчества. Так что, в принципе, все одинаково. Отважные люди, неравнодушные, горящие, заряженные. Ну, в принципе, это всегда в любом деле и достигаешь успеха. По большому счету, мы же с вами находимся вот в эфире главного городского канала. Он же тоже создавался с нуля. И тоже, значит, пришли профессиональные люди, которым это было интересно. И вы здесь были не скованы там определенными, значит, рамками. Так что это всегда очень здорово и очень хорошо, что у нас в стране есть такие возможности. Я не могу не вспомнить про трагические события, которые тоже и с вами происходили. Осознание того, что ты в любой момент можешь потерять коллегу, друга, человека, с которым ты давно знаком, оно в работе там не мешает, не отвлекает? Мне кажется, знаете, скорее это тебя заставляет максимально наполнять свой день. Максимально наполнять его... Успеть как можно больше? Да, да. Потому что... А завтра может и не быть. И, конечно, если бы я в первые месяцы бы это осознавал, я бы еще больше бы сделал. И еще больше бы встреч, еще больше бы фото, видео для истории. Потому что есть маленький проект, которым я нет слова «горжусь», наверное, неправильно. Он мне ценен и важен. Это цикл из пяти макси-роликов, мини-фильмов «Герои русского Херсона». У меня идея эта сложилась, по-моему, в конце года как раз, и я его сделал весной. То есть это пять маленьких рассказов о знакомых мне людях, товарищах, коллегах, именно по работе в Херсонской области, которые погибли в прошлом году все пять. И одна из целей была по горячим следам хоть что-то собрать из материалов. Причем по некоторым это было даже сложно. Потому что вот как раз ты живешь и радуешься каждому дню, а потом человек погибает и выясняется, что там еле-еле фотографии находятся. А можно было бы и какие-то видео снимать, и что-то там. Особенно вот это Алексей Екатериничев, герой России, кавалер трех орденов мужества. Он был первым вице-губернатором Херсонской области по безопасности. И погиб он в ночь на 30 сентября. То есть 30 сентября в Кремле была как раз эта большая церемония подписания договоров о принятии в состав нашей страны четырех новых субъектов. И вот в ночь на 30 сентября дом, в котором он жил, там в Херсоне, на берегу Днепра, был атакован Хаймерсами. Это такая, конечно, гадская ракета, которая, к сожалению, прилетает точно по координатам. Это отдельный вопрос наводчиков, ждунов этих. То есть они прилетели прямо в спальню. Прямо в спальню, он погиб. И мы с ним очень много общались в Херсоне. Он анекдоты потрясающе рассказывал. Такой очень юморной был человек. И вот еле-еле там что-то собрали, потому что он был не очень публичный, мягко говоря, и просто по крупицам. Поэтому сейчас важно максимально ярко проживать каждый день. Как это через «не могу», потому что времени на раскачку может потом и не быть. Меня интересует вопрос безоценочности. Как рассказывать о том, что обо всех ужасах, которые сейчас происходят, и при этом удержаться от оценочности, при этом удержаться от желания что-то, может быть, даже приукрасить? Потому что, опять же, борьбу с фейками еще никто не отменял. Ну, рассказывать, как оно есть. Именно поэтому, конечно, важно, чтобы лидеры общественного мнения, журналисты каким-то боком все-таки там побывали, чтобы это пропустить через себя. Потому что кто-то до сих пор считает, что приукрашиваем, преувеличиваем. У меня в этом плане тоже такая история мрачного юмора. Я был в Мариуполе, мы там обедали с коллегами-журналистами, и тут произошел прилет, причем где-то там за углом от нас, там эта Storm Shadow прилетела. Ну, все потом развеялось. И я своей коллеге записываю аудиосообщение, ну, рассказываю о том, что вот тут такое было. И в этот момент за другим углом там начинается какая-то, как это говорят, стрелкотня. И вот это все, значит, попадает на аудио. И, в общем, лучше всяких иллюстраций показывает суть происходящего. Либо еще один такой момент был, это потом войдет у меня, сейчас в новый цикл я работаю над документальной серией фильмов как раз о людях, живущих и работающих там. И у меня там есть тоже один очень симпатичный мне человек. Это главный акушер ДНР. Женщина с очень подходящей фамилией Железная, Анна Александровна. Ну, потому что человек 9 лет, она принимает роды у людей вот в таких условиях и совершенно меланхолично так рассказывает, флегматично таким голосом, что да, вот она мне показывала в подземный родильный зал, потому что если тяжелые какие-то бомбардировки, значит, они могут спустить и принять роды там. А так, говорит, мы нашли вот тут несущая стена, мы у нее тут оборудовали, чтобы как-то... И она это буднично рассказывает, что да, там обстрел, там, может, там вот выбивают окна, там туда-сюда, а мы, значит, женщину на раз к стене, значит, тут более-менее безопасно, и можно ей помочь. И мы с ней последний раз, когда там недели три назад как раз записывались в парке ее роддома, и идет интервью, и на заднем фоне вот эти вот раз-раз... Да, и я говорю, знаешь, вот Анна Александровна, ну наручно не придумаешь. Вот, собственно, и причем это достаточно такой. Один ролик даже у меня вышел, потому что я ей привозил награду, там, конкурса про достойных женщин России, и этот сюжет он прошел. И вот даже в нем видно, то есть вот бах-бах, и вот даже нам не надо ничего объяснять никому, в каких условиях это все происходит. Потому что вот он погожий, солнечный день, середина дня, мы стоим, и вот это вот там происходит. Поэтому, когда вот ты это ощущаешь, равно как и, например, отсутствие воды в Донецке, равно как и массу других моментов таких, то человек все понимает. Но у нас значительная часть вот этих самых лидеров общественного мнения предпочитают поддерживать Новороссию лайками в соцсетях. Но это же безопаснее, конечно, там, знаете, как это вот там, я не умею это все, там, люди, я с вами, в сердечке, туда-сюда. Да, поэтому так у нас все пока пробуксовывает. Например, принятие разных необходимых решений для того, чтобы и лучше ситуация там развивалась, и людям бы лучше жилось. Потому что без погружения это не получается. А какое погружение, когда вот там все очень заняты, люди Новороссии, мы с тобой шлю тебе миллион поцелуев, сердечек, флаг нарисовал там в соцсетях. Отношение местного населения к журналистам сейчас, и, ну, скажем, год назад, в 2022 году, оно изменилось? Предрассудков вообще много было? Ну, смотрите, значит, мы должны тут разделить четыре региона на два плюс два. Потому что ДНР и ЛНР, там, мне кажется, всегда очень было уважительное отношение к журналистам, потому что наши коллеги все эти годы сражались, в том числе и в прямом смысле слова, на передовой со своими республиками и старались рассказывать о происходящем. Херсонская и Запорожская области, вот, они с февраля-марта прошлого года встали на путь очищения от украфашистской пропаганды, а это не пустые слова. Я видел и учебники, я видел и комиксы для детей, которые рисовались, значит, властями Украины для самых маленьких. И, честно хочу сказать, кстати говоря, вот один я смотрел, он хорошо сделан, он хорошо нарисован, он качественный, мелованная бумага, все. То есть они вкладывались очень в промывку мозгов. Нам этого не хватает на самом деле. Я не понимаю, что мешает вот такие комиксы нам рисовать. То есть, причем этот комикс, который я держал в руках, он был уже, так сказать, там, про первые месяцы спецоперации. Там все понятно, там действующие лица, мужественный мальчик, мужественная девочка его сестра, мужественная собачка у них там. И они, значит, там вот бегают, они увидели там злых этих орков, значит, наших, побежали там, сообщили. И мужественные укровоины там надавались, значит, злым оркам по щам. И все это, вот, значит, адаптировано там, да, для детей, там интересно, любовные линии, все как надо. Почему нельзя это сделать-то? У нас, ну, у меня один из ответов есть, я это постоянно продвигаю на площадке общественной палаты, потому что у нас конкурсные процедуры. Потому что вот мы с вами сейчас придумаем этот комикс, нарисуем сценарий, все сделаем, мы пойдем с заявкой. Значит, конкурс будет через полгода, реализация еще через полгода, но по сценарию годичной давности он протухнет. Плюс мы должны будем расчеты дать по состоянию на сейчас, деньги нам отдадут, значит, через год. Сколько будет стоить бумага, мы не понимаем, и вообще ничего не понимаем. И вот такой большой привет. Так что это такая, сказать, да, печальная история. А журналисты выступают сейчас везде. Там, как люди, которые рассказывают правду, в том числе о проблемах строительства мирной жизни. И эти проблемы решают. Я, наверное, через какое-то время обязательно опубличу историю. Одна из таких, она прямо вот абсолютно маленькая и показательная, и трогательная. Уже теперь в общественную палату России мне передали обращение от людей. Ну, там вообще по цепочке. Смысл был в том, что в Новой Каховке очень болеет брошенная бабушка, ей нужны лекарства, нужна помощь. И вот как-то она достучалась до каких-то знакомых, через знакомых, и в итоге вот в общественную палату России. И пока я еще вот до Херсонской области не доехал, но я попросил как раз своих коллег, журналистов подключиться. И в итоге они мне все там отчитались, прислали и фотографии, и бабушку нашли, и лекарства ей привезли. И, значит, тонометр в больницу купили, и шефство над ней взяли. И, соответственно, там голова-фрач больницы, увидев, что такой интерес там лично взял... Ну, в общем, вот таких историй очень много. В том числе, когда мои коллеги и приехавшие работать в Херсонскую область из других регионов России, когда случилась вот эта беда, теракт на Каховской ГЭС, они же не просто снимали и показывали эвакуацию людей и спасение людей из затопленных Алешек или Голой пристани. Они сами помогали, сами вывозили. Поэтому это, кажется, все, что нужно знать о труде наших коллег там. Вообще работа по линии Общественной Палаты Российской в новых территориях, она большая. Что, в принципе, сейчас сделано и что предстоит еще сделать? Предстоит-то сделать много, потому что вот мы сейчас запустили 20 июня новый 8-й состав Общественной Палаты России. И я надеюсь, в ближайшие дни начнет свою работу Координационный Совет Общественной Палаты России по интеграции новых субъектов нашей страны. Я эту идею предложил. Совет... Вот сейчас готовим первое заседание. Я его сопредседатель. Второй сопредседатель — это Владимир Рогов, мой товарищ, широко известный стране, как такой медийный голос Запорожской области. Я его воспринимаю, вот этот совет, как площадку, чтобы саккумулировать пакет необходимых решений и будем дальше долбать депутатский корпус для того, чтобы это все реализовывалось. Потихонечку это происходит. Вот только что там сейчас Минобороны вносят закон о том, чтобы приравнять военнослужащих, защищающих границы наших старых территорий, к военнослужащим в зоне СВО. То есть масса очевидных решений. Просто все это медленно происходит. Ну, интеграция, получается, не только правовая, но она культурная, социальная, опять же. Обязательно, конечно. Сейчас готовим на Тавриде большой такой семинар. И уже один был в мае, я там был. И сейчас поеду. Будем, может быть, не очень хорошее слово, натаскивать креативные команды из новых регионов, чтобы обучить их там, да, и подаче этих грантовых заявок, и созданию фильмов, роликов, разных творческих проектов, для того, чтобы они как раз вот в нашу культурную жизнь вливались со своими проектами. Предвосхитили вы мой вопрос. Как раз хотел узнать, насколько много вот таких активных общественников сейчас в новых регионах? Общественников-то много. И деятелей таких очень ярких творческих полно. Вот, например, очень такой показательный пример, Роман Разум, житель Луганской Народной Республики. Вот он настолько многогранный человек, я хочу о нем тоже снять фильм, но пока это сложно, потому что он неуловим и находится на фронте. То есть он старший лейтенант, он там, он сражается. При этом он автор-исполнитель, пишет песни, значит, и если я не путаю, там с кем-то из наших звезд, там даже дуэтом исполнял, пел так. Он продюсер, он режиссер, он создатель разных крутых творческих проектов. Он создатель еще в те годы студии «Лугофильм». То есть это киностудия была в Луганской Народной Республике. Он снял, непонятно где он там насобирал, так сказать, деньги, снял фильм «Ополченочка» несколько лет назад. Это художественный фильм о событиях, естественно, там, да, в Донбассе. И еще у него масса разных, так сказать, там крутых сторон жизни. Вот такой человек. При этом у нас, я так видел сейчас трейлер, в августе выйдет какой-то мощный такой дорого снятый фильм о том, почему специальная военная операция началась, ну, про события прошлого года. А так у нас, вот их по пальцам можно пересчитать, фильмы, которые были. Да, «Донбасс окраина» был фильм, снятый по госзаказу. Раз. «Ополченочка» – два. И еще два фильма, значит, снятые, как это, в рамках частного заказа. Из относительно свежего – это «Лучшие в аду», про, значит, понятную работу ЧВК. И «Солнцепек». Очень сильный фильм, очень страшный. И его смотреть нужно, но я, честно говоря, семь раз ставил на паузу, потому что… Накатывало. Тяжело очень. Мы когда с моим другом Виталием Милоновым это обсуждали, он с 2014 года на Донбассе, на самом деле, он вообще заложник своего образа такого, да, медийного. А оказалось, что он с 2014 года там постоянно бывает, у него квартира в Горловке, он там, ну, сейчас он вообще там служит и воюет. В составе артиллерийского расчета. И его там все знают. И он мне сказал, Саша, я вот все это как бы пережил, прожил, я вообще не смог смотреть. То есть начал смотреть, и там столько боли и смертей в фильме, в художественном. Так вот, и получается, вот у нас раз-два там несколько фильмов, а за эти же годы, Украина, это к вопросу про пропаганду, про все, они сняли штук 20 фильмов и сериалов. Да, не все про Донбасс. Про Донбасс, наверное, 10, 12, 15. А остальные про Голодомор, снова про Голодомор, про то, как в 32-м году, значит, страшные НКВДшники вылавливали, расстреливали слепых кабзарей по всей Украине, а вот еще про замечательного Петлюру, а вот еще про это, а вот еще про то. И в итоге они накрыли, ну, только вот еще пока героизации Бандеры не сняли, но, видимо, все впереди. Они накрыли период, да, с 18-го года до 14-го, 15-го, 16-го. Языком массовой культуры все это рассказали. Причем некоторые фильмы еще и снимались во взаимодействии с украинцами, с западными товарищами, и причем неплохо, потому что есть фильм, ну, он в оригинале называется, по-моему, Гарретт Уэльс. Нет? Ну, в общем, просто названия, так сказать, менялись потом в переводе, но Агнешка Холланд его сняла. Да, это реальная история про журналиста британского, который приехал в СССР и там поехал потом, значит, там по Украине. И, соответственно, они его героизируют, они показывают, значит, вот чудовищность нашего режима. Ну, так это там западный бюджет, западные актеры, западное прочтение. Странно было бы. Это понятно, но, например, в фильме про вот этих вот истребления слепых этих кабзарей, ну, это как-то просто ад. Нечего было делать якобы с чекистом, они носились по Украине, выловили 200 музыкантов, всех расстреляли, там бегал какой-то мальчик американский, ну, чушь какая-то собачья. Но при этом в главной роли Станислав Баклан, это блестящий украинский актер, многие его знают, потому что в «Слуги народа» он исполнял вторую главную роль премьер-министра вот этого. Пожалуйста. И таких много еще работ. Причем, еще раз повторюсь, начиная с 2018 года, потому что первый фильм, который они сняли, круты. Соответственно, они взяли этот эпизод 2018 года, когда там гимназисты, значит, обороняли Киев и погибли. И вот вокруг этого тоже. Там тоже, значит, ужасные русские, кровавые, героические, значит, ребята поют гимн туда-сюда. Что мешает нам это делать? Отсутствие госзаказа. Потому что можно было бы вполне там, чтобы фонд кино каждый год целево там 2-3 фильма бы финансировал. Такие. А у нас в принципе про то, что называется «История здесь и сейчас» и все. Была комедия «Крымский мост», значит, снимал как раз Тигран Киосаян по сценарию Маргарита Симоньян. Блестящий балканский рубеж про, значит, да, 99-й год, аэропорт Приштины, который брали десантники во главе с Евкуровым. И все. И опять-таки тоже еще пара фильмов, рассказывавших о, значит, работе наших бойцов ЧВК в Африке. Все. Но у нас столько событий реальных за вот эти 20 с лишним лет, снимай, как говорится, не хочу. Что-то мешает. Что ж, спасибо вам большое за обстоятельное интервью. Всегда рад быть у вас в гостях. Я напомню, в гостях у нас был Александр Малькевич. Следите за эфиром ОМСК-ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok